Вот, а это клинический пример, когда пациентка обратилась с острой болью. Опять же, мне очень повезло, у меня очень благоприятный средне-толстый биотип весны. Боль острая была такая, что мне пришлось назначить ей экстренный антибиотик, потому что я не могу одеть прямо в этот день. Ну и вы видите, да, это гной на шейке. И зонт погружен на 10 мм, это продонтальный зонт. Пациентке за год до нашей встречи был установлен имплантат одномоментно с удалением. Наша любимая зона боковых листов. Хуже не видела. Вот, и она обратилась ко мне с острой болью. Это был такой абсцесс, по сути, с небольшим вот этим подтеканием. Мы однозначили до операции за 4-4 дня антибиотик, чтобы ей полегчало. И взялись ее оперировать. Естественно, что уже есть нейтропический процесс, как вы видите, да, уже истончены ткани. Видно, что отсутствует уже прикрепленная дистанция, но это все-таки процесс следствия воспаления. Со слов пациентки, ей что-то, какую-то космую ткань аугментировали туда в момент удаления и установки имплантатов. Но я ничего там не увидела, кроме дырки. Вот. Когда мы это открыли, очистили, вот этот дефект резонализировался в итоге. Тоже вот с такими поднутрениями въемную сторону. Все то же самое пьезоаппаратом, удаляя грануляции из кости. Очистка все тем же методом, все теми же способами. Лоскут препарирован так же, как и на предыдущем клиническом случае, как корональное смещение. Потому что все равно требовалось его немножко переместить сюда. Вот анкерогические сосочки, анатомические, депетализация. Трансплантат. Вот видите, вот здесь показано, как вот этот вот шов на вожак в кул, вот в эти вот боковые площадочки для питания также здесь сделаны для того, чтобы он... В данном случае трансплантат испытывал еще больше стресс. Потому что помимо того, что мы его перенесли, здесь какие-то железки, так я еще и кость туда поставила. Вот таким образом. Можно обоюдоострым скальпелем делать эти вот площадки. Можно термологическим. Можно и 15С, если вот позволяет, площина ткани. Ну, это как туннель получается, да? Ну, это расщепляющие площадочки. Нет, вы все-таки... Туннель это как бы такое отслаивание уже. А здесь у меня как площадки такие, да. Как карман радский, вот как мы вчера обсуждали. Кокосно-замещающий материал внесен. Да. Да. А вы можете меня не спрашивать, я только им работаю. Я сначала, да, обратите внимание, зафиксировала трансплантат с одной стороны, потом внесла костно-замещающий материал, и потом уже трансплантат зафиксировала с другой стороны. Потому что подсовывать потом под трансплантат в гость неудобно. Ну, это так. КМО вы не использовали, да? Здесь не использовали ТМО, здесь использовали костно-трансплантат, да? Можно было и ТМО, да, если трансплантат? Можно. Но я, честно говоря, побоялась, что у меня настолько была воспалительная вот эта реакция тканей, они были настолько тонко, склизки, синюшные в этой области, что всё-таки решила, что я рискнула. И поставила, тем более, там было где его убрать. Трансплантат-то у неё такой достойный. Она-то сама такая, кинотипически крупная дама с хорошим аппетитом и с хорошими челюстями. Никаких кинотипических проблем нет. Это чисто, ну, возможно, гидрогенная какая-то история. А вы говорили, что коронку укорачиваете, чтобы вылезти из прикуса, да? Нет, я не укорачиваю. Они в этом случае бы это не делали, а в предыдущей печь там... Как мы? Мы же пришедшую часть убираем, а наши прикусы не участвуют. Дело в чём? Всё, понятно. Опять то же самое. Вот они почему-то себя так ведут. Но я уже на тот момент знала, что мне просто надо подождать. Это две недели. Это три месяца. Это уже, скорее всего, сколько-то лет прошло, потому что я эту операцию делала осенью 2017 года. Давно. Вот это одни из каких-то, да, вот, самые свежие. Это последняя фотография. Зубодесневой карман здесь 2-3 миллиметра. И сейчас я посмотрю. А это её КТ от 22-го года. Вот срез. Это не очень удобный этот Галилео. С ним скриншоты не очень удобно делать. Ну вот, в любом случае здесь всё очевидно, видно, да, что это, что это кость. Это не фантазии какие-то, это не мягкие ткани удерживают. Ну вот такой вот клинический пример. Например, тут, как вы думаете, почему развилась такая рецессия? Вестибулярное положение имплантата. Вестибулярное положение, уздечка. И отсутствие прикреплённое прикреплённое диснеем. Возможно, что отсутствие прикреплённое диснеем в данном случае, это слишком вестибулярное позиционирование имплантата. Такое тоже бывает на самом деле. Потому что у неё нету проблем с прикреплёнкой у соседних зубов. У неё хороший биотип, у неё вполне здоровые все вот эти ткани. Это просто проблема, по всей видимости, там, где костная пластиночка рассосалась, и прикреплённая дисна тоже ушла. Все тем же методом, корональным смещением. Здесь не буквально, как разноклассники, опять же, возвращаясь к этому послабляющему разрезу, чтобы закрыть весь новый объём. Мобилизация это называется. Мобилизация. Это вы делаете острым способом. Конечно. Но на вкусницу при этом вы не нацикали. Мы сегодня с вами сделаем и будем на мазы. На вкусницу. Обработка буром в коронке. Трансплантат. Вот фиксация опять, да, вот в этих вот боковых, расщеплённых участках для питания. Опять я зафиксировала его ещё раз. Он очень часто провисает, вот этот трансплантат, именно почему-то на имплантате. Он так не адаптируется, как на своём собственном зубе. Это фотография в ракурсе, чтобы было видно сразу, да, как изменился объём и ткань. Вот, а теперь это то, о чём я хотела с вами поговорить. Это наш вопрос по поводу вестибулярной пластинки. И по поводу того, что можно сделать, да, когда мы одномоментно имплантируем. И как простым методом аугментации можно решить вообще вот эти проблемы. Это мой пациент. Зубы удаляла я. Обратите сейчас, обращу ваше внимание. 11, 21, 11, 21. Обратите, пожалуйста, внимание. Зубы 11. Как мне показалось, очень аккуратная, красивая лунка. С охранной вестибулярной пластинкой. А здесь у меня дыра, я знала, я пока ты её видела, я знала, что здесь её уже давно нету. Во время удаления она всё понятна. Даже видно, как спавшийся, да, вот этот край лунки, он сразу характерен. То же самое, здесь ничего нет. Ну, думаю, тут вообще у меня всё отлично, ставят два импланкета. А сюда обязательно надо что-нибудь поставить, чтобы здесь всё было хорошо, потому что тут хорошо, а тут плохо. Логика была вот такая. Я ставлю два имплантата. Добавляю кость. А сюда, конечно же, я ставлю под надкосницу, под полнослойный лоскут. Я его отслоила. И ставлю туда, там он. Вестибулярно в области 21-го зуба. Дальше делают временные коронки, им ортопед. Всё это нагружается. Сейчас. Это не очень интересная история. Я сняла швы. Я просто придавила слизистым косичным лоскутом и крестообразным швом прижала. И вот. Картина масла. Что произошло в области 11-го зуба, в котором мне показалось, да, что там произошла резорбция? Не, изначально это было нормально. Ещё раз. Доктора нужно быть внимательными, да? Помните, нас в институте учили. В области 11-го зуба не было аугментации. Мы просто поставили в сохранную полноценную лунку. В области 21-го зуба была аугментация ТМО, потому что отсутствовала критикальная вестибулярная пластинка. Через 8 месяцев мы получили вот такой результат. Потому что здесь критикальная вестибулярная пластинка рассосалась, а здесь на поддержке ТМО она выросла и образовалась кость. Я не голословна. Пожалуйста. Это позиция 11-го зуба. Да. Я всего лишь поставила твердую мозговую ополочку. Больше ничего. Косно-пластическим порошкам это было совсем чуть-чуть. Там даже было видно на операции, что по краю я чуть-чуть положила, чтобы больше пофотографировали, мне даже кажется. Суть была вот. Теперь, конечно, я когда оперирую, я сразу смотрю катеток. Даже 2 мм меня в общем не устраивают. Чтобы потом не решать все эти сложности и проблемы, да, естественно, легче подсунуть под лоску с лиственной костичной. Я его, никаких вертикальных разрезов я не делаю, ничего, здесь просто отслаивается он либо скальпелем, либо распатором, если вы его любите, и устанавливается туда кусочек твердой мозговой оболочки. Но я его ставлю прямо на всю высоту имплантата обязательно, вот высоко. Не маленькую полосочку, как мы ставили при устранении рецепсии, а прямо вот на весь объем имплантата. Ну, забиниваете, да? У меня, к сожалению, нет витрата. Это фраза дня. Вы можете вернуть обратно? Давайте. У меня вот эта вот прямо костная пластинка, она мне прямо показала, что она есть, понимаете? Тоже старая работа, но вот я в свои случаи и ошибочные тоже всегда показываю, потому что это же повод поучиться так не делать. Здесь ведь нужно было немножко сместить небо, да, взять диаметр. Вот здесь или где сейчас? 11. Сейчас, извините, подождите, я... Сейчас скажу. Вот здесь. Да. Более явные комбинтовые. Нет, если бы вы понимали сразу, что у вас там только костная пластинка, вы были на этой стороне, так не отработали. Конечно! Мне не жалко было второй кусок тимов поставить, это ничего вообще не стоит. Это все в одну операцию делается, это просто расходник. Один кусок, второй постолкаем не разница. Я просто не включила в голову. А по поводу, да, я бы тоже сказала на сегодняшний день, что он несколько вестибулярно позиционирован. Но у пациента очень не... На самом деле, если я верну, так, вот... Это не речь, да? Да, это не речь. Посмотрите, вот в каком прикусе просто это выводилось. Поэтому я старалась максимально его вывести чуть-чуть протрусью в такой легкой сам имплантат, потому что внизу мы не знали, что он потом вдруг придет и такое скажет. Он сидел 20 лет со своими старыми этими штампованными работами. Тут сломались, мы быстро что-то сделали, а потом пришел... А я, говорит, все буду делать теперь вообще. Конечно, если бы я знала, что низ будет весь убран под коронки и все можно будет вводиться уже в едином прикусе в новой ортопедии, конечно, можно было так не изгаляться. Это само собой. Ну, в темном виде, что есть, то есть, да? Да, да, да. Решили. А пластику сделала потом. Ну, а как тут уже? С ТМУ или с трансплантатом? Я с трансплантатом здесь сделала. Почему? Потому что там дефицит сильный уже воспалительного характера. Такая атрофичная, слизистая. И когда я исчезла вот эти все грануляции, которые я сначала очистила желозку, там такой большой дефект очень появился. Ну, вероятность инфицирования, это мощь, да? Возможно, то есть, если ты хочешь. Даже не то, что она инфицируется. Она, вот это место, я пока все здесь удалила, все гранулирующее. Здесь вот такая вот просто дыра. Мне так не натянуть туда, не закрыть их. Можем мы должны полностью перекрыть лоскутом. И все-таки по швам, в общем, тут было сложно. Поэтому я не стала рисковать трансплантат, у него где драть есть. Взяла спокойно, что-то переделала. Александр, а если у нас и с деснёбной стороны тоже даризором все будет? Ну, а как бы я ее делала? Просто все засыпаем и... С деснёбной, если у вас дефект по десне... Ну, если получается, что... В десне тоже дефект? Ну, там 30% держится, а остальное все вообще... А там грануляция. Слушайте, ну, это вопрос сохранения. Я такая сейчас пришла. Верхний зуб, центральный... Здесь вы, как хирург, сами принимаете решение о том, будете ли вы сохранять это? Какой-то вариант. У меня... Масли... У пациента, у которого зуб держится только от этой кости, это передний зуб, женщина, но много лет ходит с ним зубом, все остальное, а пустота, нет ни кости, только в себе сна, и вы не в том, не в том, не в том... Вы взялись такой зуб, как-то купить с неба или с тюля... Если он не погружен в кость... Он погружен только в 1 треть корня, в дешечный... Да, 1 треть корня. Вопрос, надо все-таки ее смотреть, хотя бы КТ понимать, есть ли там возможности для его, может быть, интрузию его сделать, если он выдвинут, еще каким-то образом поработать, если он ей очень дорог, или, например, там, может быть, нет условий для имплантации, если его удалить. То есть, тоже такой вопрос у нас весы, все время, да, в которых мы взвешиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok